Саммит за демократию в США закончился провалом, Питер Тойс в Соединенных Штатах завершил свою работу саммит за демократию. Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на этот саммит, становится ясно, что этот список составлен не в соответствии с критериями демократии, а с точки зрения глобальных, геополитических интересов США, на саммит были приглашены Конго, Ирак и Армения. Турция, Венгрия и Азербайджан не участвовали в мероприятии. В данном случае возникает серьезный вопрос о критериях отбора приглашенных на саммит. Американский эксперт Питер Тойс в интервью Трент заявил, что саммит за демократию в США был обречен и закончился провалом, передает Дэй. Айзи, по его словам, двойные стандарты являются главной опорой внешней политики Байдена, а саммит, это просто показная пустая риторика, которая не укрепит право человека, а еще больше ослабит институциональную демократию во всем мире. По словам Байдена, демократия не возникает случайно, за нее нужно бороться, ее нужно укреплять и защищать. В реальном мире США защищают обратное. Саммит обречен на провал и не укрепит демократические стандарты в странах, которые были приглашены принять участие в этом маргинальном мероприятии, характеризующемся двойными стандартами и посещаемым безжалостными автократами и преступниками, сказал Тойс. По его словам, нежелание официально приглашать и проводить обсуждения с Турецкой Республикой, Азербайджанской Республикой, Народной Республикой Бангладеш и другими демократическими правительствами, это рецепт самоизоляции, который определенно наносит ущерб национальным интересам Соединенных Штатов. Я разочарован и глубоко встревожен списком государственных деятелей, приглашенных президентом Байденом для участия в этом важном мероприятии, которое ставит автократию в ущерб прозрачному правительству и, безусловно, приведет к полному провалу, — подытожил Тойс. Если посмотреть на список стран, приглашенных и неприглашенных на саммит за демократию в США, становится ясно, что он составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США, бросается в глаза именно этот момент, большинство стран в списке, те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай. Это означает, что США, чтобы определить свою новую стратегию, проводят подобные различия между государствами и несправедливо делят их на два лагеря. В целом, стремление с помощью подобных форумов разделить страны на хорошие и плохие для достичь политических целей путем дискриминации недопустимо. К тому же обсуждения на виртуальном саммите не являются реальным диалогом и не повлияют на решение социально-экономических проблем, стоящих перед странами.